Добро пожаловать на канал Киприада и Стейтс. Сегодня мы поговорим с вами о рыбалке. Ведь это очень популярный вид отдыха на северном Кипре. Круглый год местные жители и туристы ловят рыбу в пухтах острова, а морская рыбалка северного Кипра привлекает рыбаков со всего света. Многие из них наслаждаются ловлей такой рыбы, как тунец, например. А если вы охотник до морской рыбалки, то на Кипре вы можете попробовать себя в ловле более чем 260 видов рыб, обитающих в зеркальных водах Средиземного моря. Ловля рыбы так долго была частью традиционной жизни турецкого Кипра, именно поэтому для вас не должно быть большим открытием разнообразия рыбацких лодок и яхт, которые растянулись вдоль побережья острова. Хотя большинство местных жителей ловят рыбу с использованием сетей и удочек, широко распространены и другие виды ловли рыбы, такие как удилище, леска и блесна. Теплый средиземноморский климат позволяет рыбачить в течение всего года на Северном Кипре. А особой популярностью пользуется регион Карпаза, ведь именно там расположены самые чистые пляжи. В местных водах вы встретите огромную разновидность рыб. Макрель, треска, камбала, морской окунь, лещ, большой тунец, даже рыба-меч. Если вы находитесь в гавани Гирны или очаровательном побережье рыбной деревни Буаз или Кум-Ялы на полуострове Карпаз, вы можете связаться с нами для организации проведения морской рыбалки. Обычно она начинается в 4 часа утра еще до рассвета, поэтому завтракать вы будете в открытом море. Особенно интересно ловить тунца, поскольку это всегда крупные косяки и его ловля это определенный уровень азарта. А где же можно приобрести необходимое снаряжение? К примеру, есть сеть магазинов Sega Marine Store, филиалы которого расположены практически во всех городах. Мы заехали в самый первый магазин, который был открыт еще много лет назад в Искеле на главной дороге. Локацию на данный магазин мы оставим вам в описании к этому видео. Кстати, это еще один вид семейного бизнеса, так как даже квартира владельцев находится над магазином, а сами хозяева настоящие профессиональные рыбаки. Они входят в официальный охотничий и рыболовный клуб Плантана. Здесь также можно найти все необходимое для охоты. Но если для охоты вам нужно получить разрешение, то с рыбалкой дела обстоят намного проще. Так как если вы рыбачите с берега, то разрешение вам не нужно. Если вы отправились на морскую рыбалку не на своей лодке, то убедитесь, что у владельцев данной лодки есть такое разрешение. А если вы только приобрели лодку самостоятельно, то вам нужно будет обратиться в Хайванджелик Дайреси или животноводческий департамент для того, чтобы получить отдельное разрешение именно на лодку. Ну а если мы говорим о подводной охоте, то здесь уже только официальное разрешение, при том оно должно быть индивидуальное. А теперь я вам расскажу местные секреты, в какой сезон и за какой рыбой стоит отправляться на рыбалку. С июня по август идеальное время для тунца. С сентября по апрель советуем отправиться вам за кальмаром. А рыбачить на таких рыб, как Дорадо, Сибас, Барбун и Сокан, вы сможете целый год. Так и на рыбку Милана или Меланура. Хотя для нее идеальным временем будет зима, когда у берега волны образуют белую пену. Так как эта рыба настоящая трусишка и если она вас заметит, то однозначно быстро уплывет обратно. Поэтому вам нужно будет найти скалистый берег, где вы сможете спрятаться и заманивать ее мокрым хлебушком. А какую рыбалку вы предпочитаете? Напишите нам свой ответ в комментариях. А вечером вы можете устроить романтический ужин со своей второй половинкой, приготовив рыбу на мангале, ведь так намного полезнее. Поскольку она сохраняет все свои полезные свойства и витамины, а лишний жир вытапливается. Ну а если вы совершенно далеки от рыбалки, то тогда пусть вас порадуют эти маленькие цветные рыбки. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. До новых встреч!